Здравствуйте! В эфире передача «Разговор по существу». Прокуроры – это люди с обостренным чувством справедливости, те, кто действительно хотят добиться правосудия. Чем, кроме терпения в работе, с кипами документов должен обладать представитель прокуратуры? Об этом мы поговорим с прокурором нашего города Ильей Владимировичем Нагиным. Здравствуйте, Илья Владимирович! Здравствуйте, Ангелина! Ранее мы уже общались с вашими коллегами из республиканской прокуратуры, которые подробно рассказали о своей работе. Первый мой вопрос прозвучит так. Как работает ваше ведомство, тем более в условиях пандемии? К сожалению, с того момента, когда пандемия новой коронавирусной инфекции пришла в нашу жизнь, многое пришлось менять, в чем-то ограничивать себя, своих родных, близких, коллег. Но с целью недопущения срыва исполнения поставленных генеральным прокурором, прокурором республики задач, необходимо было полностью себя перенастраивать, перенастраивать свою работу, в особенности в той части, где мы рассматриваем обращение граждан, в личном приеме работаем с гражданами. Так как рассмотрение обращений и защита прав граждан – это на данный момент одно из приоритетнейших направлений прокуратуры, в период пандемии наши жители столицы неохотно покидали свои жилища, боясь заболеть этой… Да, мы помним, город был у нас закрыт практически, что позволило нам активно использовать такой метод общения, как подача заявлений в электронном виде, и граждане в 2020 году очень активно стали этим пользоваться. Вот, к примеру, в 2019 году у нас на электронный адрес прокуратуры республики жалоб поступило 19 всего, тогда как в 2020 году их уже было 105, в 2021 году на текущую дату данный показатель составляет 85 обращений, но год еще не закончен, я думаю, обращений будет больше. Кроме того, наши жители, как вы знаете, очень активно используют местные социальные сети, где они выражают свое недовольство теми или иными моментами. Хотелось бы пояснить, что мы на постоянной основе мониторим средства массовой информации, местные социальные сети, и по наиболее таким актуальным проблемным вопросам мы проводим проверку. То есть своего рода получается это практически то же заявление? То же самое, да, заявление. По данным публикациям мы опрашиваем авторов этих публикаций, в случае необходимости выезжаем к ним на дом, берем все необходимые у них документы, проводим свою тщательную проверку, тем самым мы показываем свою открытость, заинтересованность в общении с населением, и что нам позволило все-таки перенастроить свою работу, наладить в данном направлении работу именно с личным приемом граждан. Мы показали и доказали свою открытость, безопасность прямого общения с населением, и у нас этот показатель открытости именно на личном приеме граждан у нас увеличился вот в 2021 году на 100 человек. Вот, к примеру, если брать в 2020 году лично сюда в прокуратуру города пришло 650 граждан, то в 2021, опять же, на текущую дату, их уже 750. С какими вопросами и проблемами чаще всего обращаются в городскую прокуратуру? Озвучьте самые актуальные и острые. На данный момент в прокуратуре города зарегистрировано 1200 обращений граждан. В 2020 году, когда только началась пандемия, таких обращений было 1100. Основной их, скажем так, посыл, основная их часть, связана, естественно, с нарушением социальных прав граждан. Туда входят права ветеранов, инвалидов, пенсионеров, различные выплаты, льготы, пособия. Конечно же, немалую часть обращений составляют жалобы на действия службы судебных приставов при исполнении ими работы по исполнительным производствам. Ну и также имеется часть, связанная с уголовно-процессуальным блоком. Хотелось бы отметить, как в 2020, так и в 2021 году у нас наблюдается рост обращений, связанных с недовольством граждан в сфере жилищно-коммунального хозяйства. Это туда попали ненадлежащая работа управляющих компаний, где-то излишне начисленные денежные средства от ресурсоснабжающих организаций. Данный рост связан с тем, что как в 2020, так и в 2021 году законодатель ограничил в самостоятельных проверках ряд контролирующих органов и, соответственно, некоторые их вопросы упали на плечи прокуратуры. У ЖКХ, мне кажется, всегда были острые такие вопросы, всегда были проблемы. У ЖКХ, да, всегда были вопросы, они остаются, но, как я пояснил, у нас, например, жилищная инспекция на законодательном уровне, им запретили самостоятельные проверки, если отсутствует опасность для жизни и здоровья граждан. Соответственно, все эти обращения автоматически были перенаправлены в прокуратуру города, ну и в республику, соответственно. Илья Владимирович, позвольте отойти от вопросов, касающихся вашей служебной деятельности, и задать вопросы немного личного характера. Скажите, в вашей семье вы первый, кто работает в прокуратуре, или, возможно, у вас семейная династия? — Я в нашей семье первый прокурорский работник. Мой отец всю жизнь преподавал физическую культуру в городовиковском техникуме, на тот момент в Башантинском техникуме. Мама там же работала лаборантом. Естественно, как любой мальчишка, я все свое свободное время проводил у отца в спортзале, и мое желание было продолжить свою деятельность именно связанную с спортом. Он также хотел быть преподавателем физкультуры. Но когда я заканчивал школу, отец сказал такую известную фразу, что «тропу отцов оставь отцам и иди своей тропой». Так я попал в Ставропольский государственный аграрный университет на факультет механизации сельского хозяйства. И уже там, обучаясь на третьем курсе, мне захотелось чего-то нового, и я поступил в Российский университет дружбы народов на факультет юриспруденции. Окончил его, отслужил в армии и пришел на службу государству в ряды прокуратуры Республики Калмыкина. Почему в прокуратуру все-таки? Юриспруденция, она там же подразумевает и много других профессий. Да, вы знаете, когда я выбирал эту профессию, именно почему в прокуратуру, мне она понравилась тем, что здесь более обширный круг вопросов, где мы можем помочь гражданам, помочь нашему государству. Например, если взять полицию, то там оно более тесное, такое направление. То есть где-то борьба с бандитами, с правопорядком, то здесь у нас, как вы, наверное, уже заметили ранее уже при общении с нашими коллегами, у нас тут, можно сказать, выделить таких два основных блока. Это уголовный блок и общенадзорные вопросы, которые охватывают всю жизнь нашу. Это и школы, и садики, и больницы, и все-все-все-все. Поэтому мне хотелось именно помочь гражданам именно по всем этим направлениям и отдать долг Родине именно в этой сфере. Ну давайте расскажите немножко о вашем коллективе. Коллектив прокуратуры города состоит из 28 человек. Это второй по количеству коллектив после прокуратуры республики. 24 из них оперативных работника, трое государственные гражданские служащие и один водитель. В целом коллектив, я считаю, у нас боевой, дружный. Более опытные сотрудники всегда помогают молодым специалистам, никогда не оставляют их наедине с своими проблемами. Вот эта вот возможность работать в команде, она позволяет нам добиваться не только положительных результатов в работе, но и в спорте. К примеру, коллектив прокуратуры города неоднократно становился призером, победителем различных спартакиад, соревнований, проводимых между сотрудниками прокуратуры. Свидетельством тому большое количество кубков, наград, которые у нас расположены в фойе, которые мы покажу отдельно. Ну и в подтверждение ваших слов, конечно, есть огромное желание пойти посмотреть на ваши награды. Да, давайте пройдем, я вам покажу все наши достижения в спорте. Итак, мы переместились. Илья Владимирович, вам слово. Вот объясните, расскажите, что за кубки перед нами. Ну, здесь мы оборудовали такой небольшой уголок нашей славы, где мы выставляем все трофеи, завоеванные в различных, скажем так, областях жизнедеятельности нашего коллектива, тут и спортивные достижения. Здесь у нас собрался период с 2019 года по, ну, можно сказать, по сегодняшнюю дату. Этот кубок завоеван нами в Спартакиаде, проводимый между сотрудниками прокуратуры республики. И присутствует ряд кубков, завоеванных на различных соревнованиях по футболу, по волейболу. Есть индивидуальные достижения. Небольшие статуэтки, вот где вы видите, с надписью «300 лет». У нас в преддверии празднования года, да, у нас проводился конкурс в трех номинациях. Это поэзия, песня, да, и рисование, да, совершенно верно. И вот наши коллеги победили во всех номинациях самостоятельно, написали стихи, прочитали их. Кто-то нарисовал картину маслом, кто-то спел песню вживую. То есть коллектив разносторонний, талантливый. Присутствует у нас даже кандидат мастера спорта по шахматам, также участвует на республиканских соревнованиях, занимает призовые места. Ну, глядя на все эти кубки, грамоты, возникает вопрос, какими качествами должен обладать сотрудник прокуратуры? На мой взгляд, сотрудник органов прокуратуры должен обладать такими качествами, как эмоционально-психическая устойчивость, умение быстро ориентироваться в сложных ситуациях, обладать аналитическим складом ума, быть честным и душевным по отношению к гражданам. Не имея чувства сострадания и души, мы превращаемся в обычных роботов, не замечаем проблем граждан, можем некачественно их рассмотреть. Поэтому, на мой взгляд, самое-самое, наверное, главное, помимо этих перечисленных, это все-таки отношение человеческое к гражданам. Иной раз к нам граждане приходят не столько пожаловаться на какую-то проблему, а сколько рассказать свою судьбу, выслушать наше мнение. И они, бывает, даже не пишут обращения, просто послушают, поблагодарят за внимание. Илья Владимирович, спасибо, что нашли время за встречу, за беседу. Я уверена, что зрителям была очень полезная и интересная наша встреча, беседа. Спасибо вам большое за то, что нам оказали такую большую возможность в цикле передач, посвященных 300-летию создания Генеральной прокуратуры Российской Федерации, рассказать о своей работе, о своих коллективах, тем самым, в какой-то степени, приблизить нас на один шаг ближе к нашим гражданам. Спасибо вам. А я на этом с вами прощаюсь. Всем до свидания. Увидимся через неделю. Субтитры подогнал «Симон»